здесь должна была быть наша фирменная заставка федерации скоши россии друзья но пока ее нету поэтому я хотел сказать прежде всего спасибо всем тем кто вчера ждал нас в нашем самом долгожданном эфире к сожалению по техническим сложностям вот звук идет сообщили это прекрасно по техническим сложностям пришлось перенести эфир на сегодня на утро я думаю что это было правильное решение потому что мы сможем показать вам рассказать все что мы готовили последние две недели для вас практически всю сквошь общественность россии да и не только сейчас интересует вопрос кто эти люди которые сейчас в руководстве федерации что это за новая команда и вообще что произошло за последние полгода федерации многие слышали что сменился президент что появился какой-то загадочный президиум и сегодня мы расскажем все я пригласил на эфир сегодня как президента так и двух членов президиума и начну потихоньку их представлять начнем мы с завсегдотая практически всех всероссийских соревнованиях арсения мусихина что можно сказать об арсении прежде всего это профессиональный аудитор больше 20 лет в профессии и при этом кандидат экономических наук очень долго работал в компании прайс-вотерхаус куперс и по сей день трудится там же работал на нескольких десятков абсолютно различных проектов и знает про бизнес изнутри очень хорошо при этом если говорить о сквоши то познакомился с ним аж в девяносто четвертом году когда по обмену школьниками учился в англии и имеет большой опыт организации различных команд в 2007 году был капитаном компании прайс-вотерхаус куперс россия в ежегодных европейских соревнованиях в четырнадцатом году создал екатеринбурге федерацию сквоша сверловской области и тогда же прошел впервые ежегодный официальный командный турнир пошел по сквошу когда в четырнадцатом году в екатеринбурге закрылись корты для сквоша была возникла идея открыть свой клуб который открылся спустя полтора года и получил название территория сквоша все игроки его очень хорошо знают и знают как очень гостеприимный клуб в котором прошли как два раза кубок россии так и первенство россии по сквошу ну и самым первым запустил екатеринбурге систему присвоения спортивных разрядов и судейских уровней собственно говоря кроме этого активно любит ездить как сквош турист по миру и принимать участие различных соревнованиях вот наш арсений прошу любить и жаловать новая спортивная федерация официально появилась в сверловской области в екатеринбурге открылся первый сквош клуб на урале эта игра с использованием меча и ракетки пока не слишком популярна зачем решили развивать этот спорт в регионе выяснял дмитрий немытов сегодня в екатеринбурге открыли первую профессиональную площадку для игры в сквош это четыре сектора общей стоимостью 8 миллионов рублей здесь все по немецким технологиям паркет который не скользит закаленное противоударное стекло но главное особые стены в них 23 тонны кварцевого песка это чтобы мяч лучше отскакивал он засыпан для того чтобы создавался эффект бетонной стены раньше стены для сквоша делались из бетона и это на самом деле наилучшие качества стен которые обеспечивают нужный отскок от стены сейчас технологии меняются и вот создаются другие материалы которые имитируют нужный отскок появилась возможность играть с новыми соперниками которые здесь уже есть которые потихонечку прибавляются появляются новые соперники уже завтра эта площадка примет чемпионат области по сквошу также есть желание увеличить количество игровых зон и подать заявку на проведение мирового первенства екатеринбург сейчас больше и больше набирает вес в россии плюс мы сертифицировали спортивное помещение включили в реестр объектов спорта в российской федерации и это одно из обязательных условий проведения турнира поэтому нам предоставили такую возможность провести кубок в екатеринбурге кубок россии проходит всего во второй раз ведь сквош как вид спорта в стране только зарождается шахматы на корте как их называют поклонники для большинства в диковину екатеринбурге в них играет лишь полторы тысячи человек из них действительно мастеров чуть больше двух десятков самые сильные как ни странно в женском зачете горожанки могут претендовать на призовые места а вот мужчины к сожалению пока в хвосте турнирной таблицы продвигать сквош в массы игроки стараются в том числе своим мастерством надеются что уже в 2024 году спорт станет олимпийским и россия тоже представит свою сборную ну познакомиться с арсением продолжу знакомства с президиум валерий литвинка потрясающий спортсмен амбидекстр человек который является мастером спорта сразу в трех видах спорта член сборной россии человек который в 2002 году может самостоятельно построил корт корты для игры в сквош член сборной россии как уже было сказано участник того самого знаменитого матча когда была обыграна сборная китая если я не ошибаюсь валера наверняка сегодня расскажет нам это когда будет рассказывать про историю федерации сквош россии и надо сказать что у нас сейчас президиум и валерий отвечает за одно из самых важных направлений за судейский комитет за тренерский комитет извиняюсь и Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Друзья, всем спасибо, что смогли собраться повторно. Всех рад видеть. Давайте поприветствуем наших зрителей. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я, наверное, здесь хотел добавить, что в Телеграме, к сожалению, пока такой возможности голосовать нет. Все же должны представители от членов региональных федераций принимать голосование очное на встрече. Да, и вот тоже очень важный вопрос, что федерация абсолютно открыта. Если кто-то захочет помочь нам следующими выборами, стать волонтером федерации, каким мы все являемся, пожалуйста, двери открыты. Ну и идем по нашей повестке. Начнем с самого главного. Дмитрий, поскольку нас смотрят не только знатоки из Квоша, расскажи, пожалуйста, в чем основная цель федерации? Очень просто и очень четко. Цель федерации сформулирована в уставе федерации. Заключается в развитии сквоша на территории России, его пропаганда, организация и проведение спортивных мероприятий, а также подготовка спортсменов. Сколько сейчас всего в федерации человек работает? Что это за команда? Значит, на сегодняшний день в федерации задействовано порядка 30 человек. Значит, президиум в составе 7 человек и порядка 10 комитетов. О комитетах мы чуть далее расскажем. Значит, стоит отметить здесь, что всего два человека в федерации официально числятся и получают зарплату. Это главный бухгалтер на полставки и наш исполнительный директор, который закрывает все вопросы, связанные с Минспортом, а также другие операционные вопросы. Все остальные люди – это, можно сказать, волонтеры, которым просто небезразличен сквош, у которых, как правило, это не основной вид деятельности, которые просто, так скажем, готовы инвестировать свое время в развитие этого дела, просто которым небезразличен сквош. Многие еще и свои деньги инвестируют для его развития, из тех, кто участвует. Вот ключевой вопрос, а чем конкретно эти люди занимаются? То есть 30 человек, чем они занимаются? Во-первых, федерация плотно работает с Министерством спорта, формирует единый календарный план, который включает все основные спортивные соревнования, занимается выделением денежных средств от Минспорта на проведение этих спортивных соревнований. Для информации, в нашем случае бюджет на 2020 год составляет 1 миллион рублей. Стоит отметить, что это в два раза больше, чем в предыдущем году. Для участия в международных соревнованиях федерация обеспечивает членство в Всемирной федерации сквоша, а также в Европейской федерации сквоша. Также несколько цифр для информации. За это членство федерация платит в Всемирную федерацию 34 тысячи рублей ежегодно и в Европейскую 128 тысячи рублей. Для участия в этих международных соревнованиях необходима национальная сборная, которую также формирует федерация. Важный момент, который я хотел бы отдельно отметить. В марте 2020 года федерация подписала договор с федеральным медико-биологическим агентством ФМБА, по которому члены сборной команды России по сквошу дважды в год будут проходить бесплатное медицинское обследование в Центрах спортивной медицины ФМБА. Такие центры есть в Москве, в Санкт-Петербурге и в Красноярске. Также будут получать медицинскую помощь в случае травм, получать консультации, восстановительные процедуры массажа. Это важное и новое для нас направление. Мы будем, соответственно, заниматься этим взаимодействием с ФМБА. Также важная вещь, которой пока нет у сквоша в России, это федеральные стандарты спортивной подготовки. Они нужны для спортивных организаций, например, для детско-юношеских спортивных школ, для того, чтобы дети имели возможность заниматься сквошем бесплатно. Пока все детские школы, которые у нас существуют в России, это довольно, во-первых, штучная история. Во-вторых, это история, которая держится, опять же, на плечах альтруистов, людей, которые занимаются сквошем и также при поддержке сквош-кулов. Ну и также федерация должна способствовать тому, чтобы было достаточное количество тренеров в стране и судей. Спасибо, Дим, очень развернутый ответ. И мы будем потихонечку вплетать в нашу повестку те вопросы, которые приходили к нам. И вот следующий вопрос, это от Алексея Попова, если не ошибаюсь, это город Санкт-Петербург. И вопрос, который многих беретит, вопрос про деньги. Есть ли у федерации на текущий момент генеральный или какой-нибудь спонсор? Да, очень важный вопрос. К сожалению, наш спонсор, компания PharmaSynthes, не продлила контракт на 2020 год. Сейчас спонсоров у федерации нет. Мы находимся в активном поиске, хотя, кстати, пока не в активном поиске, пока мы формируем идеи, да, где, поскольку вот эта вся ситуация с коронакризисом, да, прямо скажем, сейчас ситуация в этом смысле плохая. Ну, по крайней мере, все крупные компании, с которыми я разговаривал пока предварительно, такого рода социальные бюджеты или спонсорские бюджеты. Но мы надеемся, что ситуация стабилизируется, и мы вернемся, мы будем продолжать эту работу в ближайшее время. Спасибо. Валерий, вот хотели бы поговорить об истории федерации немножечко, потому что, ну, для многих по-прежнему федерация это нечто такое, ну, виртуальное, непонятно, когда она возникла, что с ней было. Можешь коротко, как один из старожилов сквош России, рассказать про историю федерации? Да, добрый день, уважаемые зрители. Если говорить об официальной истории федерации, да, то мы уже являемся практически федерацией 3.0, третья версия официальная. Первая официальная федерация была создана в 2008 году. Все, надеюсь, кто давно играет в сквош и помнит господина Лившица, это бывший президент федерации бадминтона России с огромным опытом человек, несомненно, с огромными связями в Министерстве спорта. В 2008 году была организована федерация, соответственно, привлечен президент, один из крупных банковских чиновников города Москвы, и за этот период сборная России и спортсмены команды России имели несколько выездов за границу за счет федерации. В 2014 году федерация практически полностью закончила свое существование, имела долги в Международную и Европейскую федерацию, и в 2015 году уже вторая федерация под руководством непосредственно Кирилла Перова и его команды взялась за дело. Ну, третья федерация, как уже Дмитрий сказал, совсем недавно на конференции в новой команде перед вами буквально, да, члены присутствуют. Надеюсь, у нас как минимум не хуже, а надеюсь, на самом деле намного больше получится сделать, чем предыдущие две. Это кратко. А вообще сквош в России с нулевых годов, с 2000 года, первый порт, по-моему, в 98 году был организован в городе Санкт-Петербурге, между прочим. Но сейчас все это уже история. Примерно так. Спасибо большое. Надо сказать так, что еще поблагодарить предыдущую команду федерации сквош, потому что, в принципе, вот подготовили небольшую справочку, что было сделано. Вот, Валерий, может быть, ты там коротко скажешь, там несколько пунктов, либо я могу. По поводу? Ну, вот, что была утверждена, единая всероссийская классификация по виду спорта сквош, это позволило запустить систему присвоения разрядов. Утверждены требования к спортивным судьям, запущена система присвоения категорий, запущена работа по формированию единого календаря соревнований. И с 2017 года регулярно проводятся три всероссийских соревнования, чемпионат, кубок и первенство России. Ну, и сборные России регулярно принимали участие во всех официальных международных соревнованиях. Ну, это, собственно говоря, результаты прошлой команды, за это им большое спасибо, они тоже повлияли на развитие сквоша. Немножечко поправлю Ивана. На самом деле, все, что произнес и Дмитрий, и Иван, делалось и первой федерацией. Тому подтверждение, кстати, и мое звание мастера спорта, которое присвоено до 2014 года, в 2011 году. То есть, все элементы работы официальных федераций присутствовали во всех трех, скажем так, командах. Единственный вопрос, насколько это планомерно и качественно делалось. То есть, и первая федерация все эти вещи исполняла, да, в какой-то мере вторая. Ну, и, соответственно, конечно, будем мы стараться вывести это абсолютно новый уровень. Ну, тому показатель уже и присвоения большого количества и спортивных званий, и судейских категорий. Ну, Арсений, я думаю, не даст соврать. У нас порядка уже на 50, а то и 70. Да, у нас есть-то в повестке этот вопрос, обязательно про него поговорим. Да, спасибо за корректировку, Валерий. Арсений, знаешь, вот многие сейчас спрашивают, в том числе меня, что сейчас делает федерация, как бы, кроме пиара и кроме прямых эфиров. И вообще, что вы сделали за то время, вообще, когда мы начали работать и что за это время сделано. Вот, я знаю, что ты подготовил короткую справку, можешь ее так же лаконично выдать, как и Валерий. Да, Ваня, спасибо. Ну, на самом деле, мы активно начали работать после конференции, которая прошла в начале ноября 2019 года. И кроме вот невидимой ежедневной текущей работы, которая включается в подготовке у спортсменов, проведение официальных соревнований, формирование сборной, командированию сборной, наверное, имеет смысл отметить несколько ключевых моментов. Во-первых, было создано 10 комитетов по направлениям, Дмитрий об этом сказал. В них сейчас, ну, вот, порядка 30 человек привлечено. Это, ну, среди того, что доступно вовне, наверное, самые активные сейчас комитеты, это дисциплинарный комитет, как вы знаете, был опубликован дисциплинарный кодекс. Это, естественно, пиар-комитет, лучше всего заметно пиар-комитет. Это должно быть. Да, это в том числе судейский комитет, который проводит различные активности в онлайн-среде. Ну, и серия других комитетов, которые можно посмотреть, их функционалы, кто в них входит на сайте федерации. Кстати, повторюсь, наверное, как то, что говорил Иван, любой желающий, кто чувствует, что у него есть желание, силы, время на то, чтобы помочь по любому из направлений, пожалуйста, обращайтесь. Соответственно, кроме этого, еще на местах осуществляется текущая работа и по официальным соревнованиям, осуществлялась до какого-то момента. Вот. Сейчас, что мы можем делать в ситуации, пока нет официальных турниров, пока мы все закрыты? Мы стараемся активизировать работу с Министерством спорта. И в этом направлении мы очень рассчитываем на профессионального специалиста, который является сейчас сотрудником. Это Сергей Жилин. Что уже сделано? Запущен процесс изменения такого документа, как ЕВСК, который регулирует процесс присвоения разрядов. Наверное, это больше специалистам будет интересно, но все равно, чтобы вы знали, летом мы ожидаем, что у нас будет официально признанные возраста до 13-15 лет среди юниоров. У нас будет официальное первенство. До этого у нас первенство можно было проводить только в категории до 15-17 лет. Сейчас мы документы выравниваем, чтобы это было в соответствии с европейскими требованиями. Соответственно, что еще было сделано в юниорской части? Это одно из приоритетных направлений Федерации. Во-первых, было утверждено положение по всероссийской юниорской серии. Удалось запустить только, к сожалению, один турнир. Это первенство России прошло. Практически готово к выпуску положения по рейтингу среди юниоров. Запущен очень важный процесс, процесс согласования федерального стандарта по виду спорта сквош. Как отметил уже Дмитрий, это основополагающий документ, без которого мы не сможем активно двигаться дальше в развитии детского юниорского сквоша. Вот, наверное, это короткое резюме. Да, спасибо. Кстати, вот хотел также дополнить призывы своих коллег по поводу того, что любой человек, который хочет и может не просто там посоветовать, а что-то поделать руками или своей головой, действительно открыт абсолютно две для всех. Даже на примере, допустим, нашего комитета, пиар-комитета, у нас там порядка семи волонтеров трудятся, и два человека сейчас организовывают нам вот эту трансляцию. Алексей Сенченков и Яна Артемова. Так, и давайте перейдем, у нас очень-очень много вопросов. Во-первых, феноменальный просто интерес, больше 50 человек в прямом эфире, это наш рекорд. Давайте пробежимся по вопросам. Так, Евгений Козлов задал вопрос, как планируется взаимодействие со спортивными школами? Есть ли идеи для постройки кортов на бюджетные деньги в госшколах? Кто возьмется такой вопрос? Давайте я попробую. Давайте. Да, то есть выделение денег в госдвездение для государства, да, это крайне сложная история. Только что Арсений прокомментировал, да, чем занимается федерация, и мы готовим основополагающие документы, которые позволят нам получать государственное финансирование. И, возможно, в дальнейшем внедрить сквош в школьные спартакиады и студенческие спартакиады. Это позволит нам, соответственно, и строить под эти спартакиады уже объекты. Это очень долгая история, очень, скажем так, кропотливая, но мы уже на этот путь стали и шагаем. Дай бог. Да, Дмитрий хотел добавить. Два слова буквально дополню. Да, вот как только мы зарегистрируем стандарты, после этого сразу вот у нас планируется пилотный проект на базе Козембурга по открытию первой Дюшс. Если это, ну, как только это произойдет, мы будем это тиражировать уже дальше по всей России. Получим такую дорожную карту, можно сказать. Как открыть Юж в каждом городе. Вот еще такой вопрос. Я знаю точно, что это вопрос к Дмитрию, потому что это его вопрос. В Европе и в Америке очень большую популярность сквош имеет в университетах. Даже дает гранты для поступления хорошим спортсменам. Планируется ли работа и какая по внедрению спорта в спортивную среду в высших учебных заведений России? Это также вопрос от Евгения Козлова. Дмитрий? Да, очень хороший вопрос. Это, можно сказать, даже мечта. То есть это то, где мы видим очень большой потенциал. Потому что развитие как раз юношеского и детского спорта начинается со школы и университета. Ну, по крайней мере, очень развито это в Англии и в Америке, как уже было сказано. Мне кажется, что здесь действительно очень большой потенциал. Мы сейчас работаем в этом направлении. Мы пытаемся разговаривать и с университетами, потому что нужно понимать позицию университета по этому вопросу. А также есть гипотеза, что и финансирование под подобного рода проекты привлечь, ну, на самом деле, легче, чем привлечь просто финансирование для федерации. Почему? Потому что многие компании, многие крупные компании, ну, своего рода патронируют университеты и заинтересованы в найме студентов, заинтересованы в том, чтобы и университету помогать. Соответственно, помогать через спорт, мне кажется, это такая очень кармически правильная такая история. И для компании это такой очень хороший пиар. И для университета очень, мне кажется, хорошо. Со временем, если это пойдет, появится студенческая лига, появится конкуренция. Ну и дай бог, все будет хорошо в этом направлении. Мы будем информировать о ходе этого проекта. Мне кажется, это такой очень большой, долгий, классный проект. Дмитрий, вот прямо вдогонку еще вопрос от Магариты Сенченковой, тоже Санкт-Петербург. Спасибо, что так активно поддерживает наш этот город на Неве. Какую задачу вы считаете наиболее перспективной, как с точки зрения развития Федерации Скоши в России, так и с точки зрения позиции России на мировой арене? Воспитание юниоров, открытие школ для подрастающего поколения или привлечение взрослых уже людей к этой игре? Ну, то есть массовый спорт, популяризация. Хороший вопрос. Конечно, юниоры. Поэтому все начинается с детей. Я вот наблюдаю историю, когда я смотрел твой эфир по Украине, я смотрел твой эфир с Брэдли, он рассказывал там про Австралию, по-моему, про их опыт. И происходит определенный, если упор делаешь на массовость, то происходит определенный провал. То есть после какого-то времени происходит реальная просадка. И вот чтобы этого как раз отбежать, нужно непрерывно вкладывать именно в развитие детского и юношеского спорта в первую очередь. Спасибо. Ну и один вопрос возьму себе, потому что прорабатывал его. Также Маргарита спрашивает. В FIFA уже многие играют на приставке, в теннис, на Xbox. И когда уже будет Squash, рассматривали ли вы такой вариант популяризации Squash в онлайн-играх? Это было бы особенно актуально во времена карантина. Можно поговорить с такой же идеей с разработчиками игр. Ну, честно говоря, я очень надеюсь, что этот карантин первый и последний за нашу жизнь. Поэтому будем надеяться, что под него закладываться не нужно. Что же касается игр, как только начался карантин, мы думали сделать какую-то движуху для всех Squash'истов. Там турнир по Squash'у, перерыли много всяких самоделок, нашли там старый Squash' на Wii. Но что-то такого удачного действительно, к сожалению, нет. Я думаю, мы напишем в PSA. Возможно, у них было в голове сделать какой-то симулятор, обязательно ответим. Маргарита, спасибо за активность в эфире. Так, еще буквально два вопроса, и мы вернемся к нашей повестке. Наталья Табола, я не понимаю ваш вопрос. Напишите, пожалуйста, более понятно. И очень хороший вопрос был от Александры Кобелевой. Там запрос на тему сохранения истории развития Squash'а в России, про идею создания виртуального музея, интерактивной онлайн-платформы, где будет собрана вся история развития этого спорта у нас в стране, истории наших чемпионов, фото, видео и еще что-то интересное тема Squash'а в стране. Опять же, вот такой вопрос. Может быть, действительно сделаем на сайте что-то типа виртуальной странички о истории Squash'а и поручим это нашему волонтеру Ивану Сырцеву, например. Как вам идея, коллеги? Я как раз хотел сказать, что да, это одно из направлений, наверное, команды PR, сохранение истории и публикации материалов, доступных для всех. Все, мы взяли. Было бы очень интересно. Взяли это сразу же. Да, Дим? Когда, знаешь, когда слово музей ассоциируется с какой-то такой историей, там, многовековой, вот Squash'а в России сколько лет? 20? 23. 23. 23, да. Ну, то есть страничка, я думаю, ограничена. Начнем со странички. Да, начнем со странички. Очень хороший вопрос, потому что, действительно, вот когда мы начали проводить эти эфиры, и на первого гостя был Алексей Северинов, и многие потом написали, что реально они не ожидали, что у нашего Squash'а есть такая интересная, богатая история. И чем больше, вот потом я пообщался с Валерием Литвинко, есть много интересных фактов, и я думаю, многим людям будет интересно. Мы возьмем, сделаем такую страничку обязательно. Ну, и Борис Голованев благодарит нас за трансляцию. Вот. Спасибо, друзья. Продолжайте задавать свои вопросы. Мы абсолютно открыты ответим на любой ваш вопрос. Двигаемся дальше. И снова слово президенту. И самое главное, для чего все это? Какие цели, какие задачи на ближайшее время? Не когда-то там далеко все будет хорошо, а вот на ближайший год-два. Ну да, на самом деле мы не будем сейчас громко говорить о каких-то лозунгах. Лучше будем пропагандировать идею философии малых дел. Ну, самое ближайшее, наверное, это внести изменения в ЕКП в соответствии с новыми реалиями, да, поскольку у нас сейчас нет неопределенности с международными соревнованиями. Видимо, надо изменить структуру календаря и сделать упор на тренировочных мероприятиях и сборах. Особенно это актуально для наших юниоров, которые показывают хорошие результаты, конкурируют между собой. И, наверное, нам надо в этой ситуации попробовать сделать так, чтобы сейчас сделать упор именно на подготовке, чтобы хорошо подготовиться к следующему уже сезону. Ну, как только разрешат проведение соревнований, запустите, безусловно, юниорскую серию. Ну, как уже было сказано, наиважнейшая вещь – это все-таки добиться скорейшего принятия федеральных стандартов по виду спорта СКУОЖ. После этого, как уже было тоже сказано, пилотный проект в Екатеринбурге. Но, безусловно, нужно увеличивать количество кредитовных федераций в регионах присутствия. Мы знаем, что в соответствии с законом о физкультуре и спорта по-хорошему необходимо иметь половину субъектов федерации представительства. Ну, тогда можно считать, что вид спорта как бы развит в стране. Сегодня у нас существенно меньше представителей в регионах. Хотя есть регионы, где есть корты, но нет федерации или отделения. Ну, вот, наверное, если вкратце, основные такие шажки, которые мы будем делать. Ну, безусловно, сейчас нужно вернуться к вопросу о поисках спонсоров. Потому что это, как бы кто ни говорил, да, все-таки для того, чтобы развивать сквош в России, необходимы средства. Поэтому, ну, мы в этой части тоже будем, кстати, мы планируем достаточно публично рассказывать о своих планах. Мы на самом деле сейчас находимся в стадии формирования нашей стратегии, да, можно сказать, на несколько лет вперед. То есть она еще не сформирована окончательно. Как только будет сформирована, будет представлена общественность. Да, хотел бы добавить, что мы планируем приглашать регулярно на прямые эфиры представителей президиума, ответственных за какие-то определенные направления. Будет точно эфир, связанный с тем, такой профессиональный, может быть, который будет полезен региональным федерациям, куда мы пригласим Сергея Жилина. Это исполнительный директор федерации, который сейчас нарабатывает, там, вернее, использует свой опыт для коммуникации в Минспорта, и чей опыт может быть полезен региональным федерациям для получения как финансирования, так и присвоения всех необходимых званий. Вот переходим к следующему блоку нашему, очень важному. Вот несколько прозвучало предложение про детей, про юниоров, и вот хотели бы заострить на этом вопросе. Вот Арсений, как куратор этого комитета, давай с тобой поговорим, вот сколько сейчас у нас все-таки играет детей? Вань, ну, официальную статистику мы начали только сейчас собирать, но что очевидно, это то, что цифры растут. К известному юниорскому центру в Нижнем Новгороде стараются подтягиваться и другие регионы. На последнем первенстве, это официальное число, первенство России в Санкт-Петербурге играло около 100 юниоров. Вот с учетом тех, кто пока не попадает по возрасту или, возможно, не смог приехать, я думаю, что цифра, наверное, приближается к 200. Также я хотел отметить, что за последние два года было, как минимум, помимо первенства, даже за полтора, было еще два крупных турнира, где цифра либо приблизилась к сотне, либо ее превысила. Как раз турнир в Нижнем Новгороде традиционный, турнир в Химках, по-моему, собрал подобную цифру. Ну и наш международный турнир Russian Junior Open, который провели в прошлом году, можно сказать, на новом уровне, он тоже собрал сотню человек. Поэтому я с тобой согласен, мне кажется, даже эта цифра более амбициозная. Как только мы ее посчитаем, по моим прикидкам это где-то 250 юниоров. Скажи, пожалуйста, у многих сейчас нет понимания, что такое детская школа по сквошу. Мы сегодня говорили про дюж, мы говорим про какие-то детские школы, про первенство. Вот коротко расскажи, что такое сейчас детские школы и что мы можем, как федерация, изменить и как мы можем помочь детским школам в ближайшее время. К сожалению, детские школы сейчас это пока только не официальное направление. Детские школы есть практически при всех коммерческих клубах в России, есть детские тренеры. Но, к сожалению, ни одного отделения официальной детской юношеской спортивной школы пока не открыто. Это сложно, это непросто, много документов, кто-то считает лишней документальной работы, но в официальную статистику в России, спортивную, попадает то, что фиксируется в документах. Соответственно, открытие детской юношеской спортивной школы сейчас наиболее срочный вопрос. Соответственно, не раз уже сегодня говорилось, первый шаг, самый ближайший. Утверждаются стандарты. Что такое стандарт? Стандарт регулирует возраста, с которых начинают занятия спортом, возраст перехода из одной категории в другую, регулирует объем спортивных нагрузок, регулирует количество проверочных соревнований, контрольных соревнований, регулирует элементы, по которым можно определить, готов спортсмен переходить на следующий уровень. То есть это объемный стандартный документ, по которому планируется подготовка юниоров по всей стране. Соответственно, вот это сейчас главный приоритет. Как только получится открыть, и зачем вообще нужна, кроме статистики, детская школа, есть несколько вещей. Во-первых, мы ожидаем, что мы сможем получить какую-то долю финансирования по схожим видам спорта. Мы понимаем, что мы сможем получить финансирование на аренду площадок, на инвентарь и какую-то сумму на вознаграждение тренером. Понятно, она может отличаться сильно от рыночной, но это все же официальная спортивная работа и официальная работа для тренера в том числе. Наверное, вот так. Пока задача, да. Надеемся. Я просто два слова хотел бы добавить сюда, что, во-первых, этим федерацией занимается уже много лет, насколько мне известно. Во-вторых, тут специфика стоит еще в том, что эти стандарты разрабатывает не федерация, а именно этим занимается учреждение Минспорт, насколько я понимаю. То есть здесь задача стоит в том, чтобы плотно работать именно с министерствами, чтобы толкать, пушить этот вопрос именно в министерство, потому что они принимают стандарты. Здесь такая сложность. Ну, мы у нас сейчас опять снова повторимся имя Сергея Жилин. Важный для нас человек, мы очень рассчитываем на него. Человек, который будет ногами ходить и помогать документам двигаться в министерстве спорта. Без этого никуда не деться. Так, значит, по поводу, кстати, Сергея Жилин так хотел добавить, что это вот как раз тот случай, когда помогла региональная федерация. То есть Сергей Жилин к нам пришел из федерации, вновь образованной федерации из Квоша Московской области. Вот, поэтому большое спасибо как раз региональной федерации, что с таким ценным кадром нам помогла. Ну и, собственно говоря, юниоры. Для чего нужны нам юниоры? Для того, чтобы формировать сборную. Как сейчас обстоит дело со сборной сейчас? Кто там в этом составе? Какие принципы? И вообще, какие... Ну вот, коротко про сборную. Очень лаконично. Валерий Литвинко. Да, я руковожу тренерским комитетом. Соответственно, все вопросы, касаемые формирования сборной, подготовки сборной к всерочистским и международным садам, конечно, зависят в том числе от нас. Скажу вкратце, что сейчас происходит со сборниками. Несомненно, карантинные мероприятия, которые коснулись всех нас, спортсменов, не спортсменов, любителей, сквошенные любители, затрудняют качественную подготовку спортсменов. Но, тем не менее, я могу сказать, что и юниорские, и взрослые сборные находят возможность сейчас готовиться, набирать форму, да, и надеюсь, что это позволит после карантина выйти нашим спортсменам в отличной физической форме на ближайшие старты. Как формируются составы сборных? Наверное, вникать сейчас в критерии будет долго и не нужно. Ну, как раз и скажу, что главным отбором это участие в отборных стартах, которые проводит как раз Федерация. Вы уже сказали, и Дмитрий, и Иван, что Федерация проводит ежегодно три самых главных стартах. Чемпионат России, на котором отбираются взрослые кандидаты в сборную России и первенство России, которое позволяет нам отобрать юниоров во всех возрастных категориях. Как сказал Арсений, с этого года мы постараемся и узаконить уже официально возрастные группы 15-13 лет, что у нас до сих пор было крайне сложно. Вроде бы вести нужно юниоров над чемпионатом Европы командной в этом возрасте, а у нас в России его не существует. Но такой нонсенс, который мы уже, надеюсь, в ближайшее время перешагнем. Без участия в отборочных стартах даже супер-уникальных и сильных спортсменов попасть в сборную официальную России юниорского взрослого практически невозможно. Это я сразу скажу. Как бы так. Спасибо. Арсений, вот еще такой вопрос. Ты как представитель, ну, на самом деле, образцовой региональной федерации, и я знаю, что там ваша федерация, она оказывает и на соседей большое влияние. То есть мы когда общались с ребятами из Перми, которые тоже были гостями эфира, я говорю, парни, откуда вот вообще вы черпали, вот как организовать федерацию, как организовать соревнования вообще, ну как в Перми там. Они говорят, да нам повезло, у нас рядом Екатеринбург, мы ездили, общались, они нам рассказывали, и вот, собственно говоря, мы все сделали по их примеру. Во-первых, тебе там большое спасибо, что помогаете развивать не только свой регион, но и соседям помогаете. А если говорить вообще про региональные федерации, сколько сейчас их, сколько аккредитовано, ну вот тоже такую информацию дай, пожалуйста. Какая географическая карта сквоша России? Ну, я прежде всего хотел сказать, что Россия очень специфическая страна, она большая, и без взаимодействия за пределами Москвы и Санкт-Петербурга развиваться будет очень тяжело. Соответственно, чем больше центров развития существует по России, тем больше регионов, близлежащих, будет вовлекаться в этот вид спорта. Ну, сейчас вот из цифр, чтобы вы представляли, у нас есть 14 федераций, из которых 12 аккредитовано. Что такое аккредитовано? Они могут проводить официальное спортивное соревнование в своих регионах. При этом, и Дмитрий вначале это упоминал, корты у нас есть в 27 регионах. То есть вот разницы у нас уже как минимум не хватает 13 федераций. Соответственно, есть стремиться развить, куда развиваться даже в оформлении, фиксировании текущей ситуации. Кроме того, что, естественно, есть планы по открытию кортов в регионах, где их еще нет. Самая восточная у нас и активная федерация – это федерация Красноярского края. Справочка. На Сахалине существует в закрытом Газпромовском городе 5 кортов, которые мы никто не видели. Самое уникальное, что там, возможно, даже до сих пор нет ракеток и мячей, но эти 5 кортов существуют. Федерации, конечно, пока там нет. Потрясающе. Дмитрий, скажи, пожалуйста, у многих возникает вопрос. Как раз те федерации, потенциальная федерация, 13 регионов, а зачем вообще регистрировать федерацию? Ведь это такая бюрократия, наверняка это сложная процедура. И если это не так, то как федерация сплошь России может помочь? Ну, я скажу так, что глобально, да, региональные федерации на самом деле занимаются развитием сквоша у себя на территории. И без федерации тоже этим можно заниматься, но как таковой спорт является, ну, как сказать можно, неофициальный. То есть ты не можешь проводить официальные соревнования, ты не можешь присваивать разряды категории спортсменам и так далее. Для тех же спонсоров, ну, немножко другой статус. Соответственно, для всего этого нужен официальный статус. Официальный статус – это бюрократия, это документы, регистрация, аккредитация. Ну, это довольно такой запутанный, может быть, процесс, но решаемый. Мы готовы по этому поводу как раз проводить консультацию, объяснять, что нужно сделать и так далее. Я бы даже добавил, что у нас есть специальный комитет, к которому можно обратиться и получить такую дорожную карту и консультации, что и конкретно нужно сделать для того, чтобы свою региональную федерацию зарегистрировать. И поэтому, если нас смотрит кто-то, кто давно об этом думал, сейчас самое время. Можно написать, даже лично можно мне написать, если лень искать на сайте, я отправлю куда, ну, то есть к авторитетному человеку. Так, следующий вопрос. Вот, кстати, вот про кейс. Арсений, ты самый опытный по взаимодействию с органами власти региональными. Вот можешь ты рассказать о своем опыте в Екатеринбурге? Да, конечно. Но прежде всего, перед тем, как мы открывали федерацию, стал вопрос, а зачем, собственно, вообще это нужно? Ну, вот, с одной стороны, Дмитрий правильно сказал, мы хотели решить формальный вопрос, формализовать весь процесс, связанный со скошем, от подготовки спортсменов до проведения официальных соревнований. Это непростая работа. Но, как показала практика, и особенно дети, многие стремятся к получению спортивных разрядов. Многие хотят получить звание официальных чемпионов региона, а не просто победителя, кроме коммерческого турнира. Это в том числе важно для школ и для коммерческих клубов. Многие хотят представлять регион в составе сборной и гордиться этим. Ну, и, конечно, для запуска официальной детско-юношеской спортивной школы тоже нужен официальный статус. Без наличия федерации этого не сделать. В зависимости от ситуации мы получаем небольшую поддержку от Министерства спорта Свердловской области при проведении соревнований здесь, при выезде сборных на выездные мероприятия. Ну, наша ключевая вещь сейчас, мы стараемся официальные спортивные соревнования для юниоров проводить на бесплатной основе. В этой части нам Министерство спорта помогает. Ну, самое главное, что еще хотел сказать, что всегда важны взаимоотношения. У нас есть в Екатеринбурге специальный человек, который за кадром находится, который на регулярной основе встречается с представителями Министерства спорта, области управления спорта по Екатеринбургу, с центром спортивной подготовки, с центром спортивных мероприятий. Это прям, условно, даже еженедельное общение и встреча. Это очень помогает в решении оперативных вопросов. Собственно, наверное, вот так. То есть носите в региональный орган спорта конфеты на 8 марта и будете быстрее работать. Это золотое правило. Помогает решать иногда очень оперативно любые вопросы. Да, Валерий. Я хочу добавить, что структура федерации подразумевает собой наличие региональных федераций и, надеюсь, в дальнейшем мы выстроим правильную работу и взаимодействие между региональными федерациями и Всероссийской федерацией в плане и участия спортсменов в главных статах страны. То есть участникам чемпионата России и первенства России может быть только член региональной федерации. И для этого тоже нужна региональная федерация. Спортсмены, как сказал Арсений, хотят получать и звание, и попадать в состав сборных команд Российской Федерации, как и юниорские, так и взрослые. Для этого нужно создавать официальную региональную федерацию, быть членом федерации и, соответственно, уже ехать на официальные старты и попадать в состав. Ну и, соответственно, получать титул. Спасибо. Ваня, может быть, один момент хотел добавить. Не знаю, слушает нас Ирина Чегеринцева или нет. Это президент Федерации Сквоша Самарской области. Ну вот как раз я ожидаю, что это будет следующая федерация, которая будет аккредитована. Специально для Ирины сейчас попросили Сергея Жирина подготовить образец, пакет документов, который поможет в аккредитации. Ну и, соответственно, этим сможет воспользоваться в дальнейшем любая региональная федерация. Ну и как раз та самая дорожная карта, про которую мы говорили. Друзья, напоминаю, что в эфире новая команда Федерации Сквоша России. Дмитрий Бронников, президент Федерации Сквоша. Два члена президиума, Арсений Мусихин и Валерий Липенко. Ну и я, Иван Бородин, модератор эфира. Очень много вопросов. Мы их сейчас скомпонуем по следующему принципу. То есть больше половины про спонсоров, по ним пробежимся. А начнем с других. Так, значит, Александра Евдокимова напишет, что мои европейские друзья из Мастерс мечтают о проведении европейского этапа чемпионата Европы в России. Есть ли планы у Федерации о проведении такого этапа, соответственно, в каком-то из городов российских? Да, Валерий. Ну, история организации на территории Российской Федерации международных стартов имеет уже, скажем так, небольшой опыт. Мы обращались в Европейскую Международную Федерацию и сейчас готовим официальное письмо для того, чтобы нам дали проведение проведения, возможно, самых простейших официальных европейских стартов, возможно, командный чемпионат Европы третьего дивизиона. То есть, на самом деле, на сегодняшний момент у нас и в Москве, и в Петербурге уже существуют клубы с достаточной инфраструктурой и достаточным количеством скош-кортов профессиональных, хорошо оборудованных и так далее. Это главное условие, мы выполняем. Запросы мы неоднократно посылали и посылаем сейчас. Я думаю, что в ближайшее время, буквально через несколько месяцев, мы будем понимать на 2021 год, дадут ли нам проведение таких турниров. Это реальность, это прямо сейчас решается. И буквально в течение нескольких месяцев мы, надеюсь, будем уже знать, дадут ли нам в ближайшее время провести такие турниры. Спасибо. Так, Богдан Клистунов пишет, что Сергей Жирин красавчик сделал мне судейскую категорию в кратчайшие сроки, учитывая, что я был первый из квашист, в котором он поделал тот результат. Да, мы абсолютно согласны с тобой, Богдан Сергей, действительно большой молодец. Татьяна Никитина, наш активный слушатель, предлагает делать специальные пакеты для иностранцев и готова организовать турниры международные и готова помогать волонтеру. Видите, прямо в прямом эфире на одного волонтера в федерации стало больше обязательно. Значит, вот я думаю, что Саша вместе с Татьяной должны объединиться, и мы готовы рассмотреть вопрос мастерс, если они помогут его организовать, будет здорово. Так, переходим. И потом, естественно, было много вопросов по спонсорам. Очень много. И самый такой вопрос, как это сказать, откровенный, назовем его так, пришел от Андрея Лукьянова. Засчитай его полностью, мы полностью открыты. У меня только один вопрос. Релевантный опыт. Наверное, по поводу релевантного опыта к команде, ну, на мой взгляд, мы как раз представили таким образом нашу команду, чтобы было понятно, что у нас есть люди, которые имеют опыт как развития региональных федераций, так и развития спортивных сообществ, так и открытия клубов. Поэтому, на мой взгляд, релевантный опыт у команды более чем. И все-таки второй же вопрос от него, где новые спонсоры то в федерации. До этого был крупный спонсор. Если новая в кавычках команда пришла, то должна была прийти с деньгами. Много точек. Потом, иначе это просто хайп и самолюбование. Так вот, деньги-то сколько принесли новенькие, точка. Интересны суммы и сроки, точка. Вот, можешь сегодня этот вопрос задать, точка. Ты же модератор. Ну вот, сохранил четыре вопроса в одном. Мне кажется, что, Дим, можно еще раз повториться по нашим планам, по спонсорам, по ситуации? Ну давайте добавить. Раз такой трепещущий вопрос, значит, чуть подробнее. На текущий момент еще раз спонсора нет. Нет, если мы знаем, на самом деле сквож даже называют такой игрой белых воротничков, да, и очень много людей вот из бизнеса играет в сквож. На самом деле все эти люди готовы. То есть спонсор это же не какая-то алхимия, да, это не биология или там еще какая-то сложная наука. Это история взаимоотношений, история там нетворкинга, контактов, да, и какой-то идеи, да, вот. Соответственно, задача наша, задача наша основная, задача моя основная, это привлечь спонсоров. Задача минимум, ну, это привлечь спонсора на уровне предыдущего года, да, то есть задача на троечку, это там 10 миллионов рублей. Задача на четверочку, это 20 миллионов рублей. Задача на пятерку, это 30 миллионов рублей для федерации. Эта задача особенно в текущих условиях, ну, она реально очень тяжелая, но выполнимая. Значит, ну вот, если коротко, да, то так. Ну, мы будем информировать, соответственно, о ходе продвижения по этому вопросу. Дим, а я вот вижу, что там спрашивают, а может, ну, спрашивают, есть ли какая-то презентация для спонсоров? Я сейчас себе сопричный вопрос, да. А, все, окей. Как раз я, значит, смотрите, очень много идет запросов по поводу презентации, по поводу желания помочь и прочее. Я думаю, что мы в ближайший там срок, просто мы с Дмитрием находимся вместе еще в спонсорском комитете, там кроме нас еще Сергей Белобородов, Николай Денисов. Сейчас ведется определенная работа и по формированию предложений. У нас есть очень интересные предложения, там, так называемые B2B-предложения, чтобы крупным компаниям стать, допустим, аудиторским компаниям, стать аудитором рейтинга России, юридическим компаниям, стать юридическим партнером Федерации Squash России. Поэтому вот можно лично мне направлять любые предложения, если уже есть горячие контакты. Мы со своей стороны готовы предоставить презентации, разработать презентацию под запрос той компании, которую предоставляете. Еще раз говорю, что и в части привлечения спонсоров Федерация Squash очень открыта сейчас. Поэтому поможете нам, мы поможем Squash. Да, Валерий? Мы говорим о том, что принесла новая Федерация. То есть не надо забывать, что у нас еще и официальная история, это финансирование Министерством спорта. Дмитрий уже сказал, что мы уже вдвое это финансирование увеличили со своим приходом. И как подтверждение тому, это финансирование первенства России в этом году, которое впервые было бесплатным для всех участников. В том числе мы за счет этого и повысили количественное участие спортсменов. К концу этого уже года есть вероятность того, что мы этот бюджет увеличим. Потому что мероприятия карантинные, они сократили количество истапов и мероприятий. И возможно у нас будет дополнительное финансирование. В следующем году эта сумма должна увеличиться посредством наших усилий еще практически вдвое. Так что и официальная часть государственная, да, это огромный пластырь и огромная возможность иметь финансирование. Все вышесказанное о финансовых взаимоотношениях с Министерством спорта и организации документа оборота, личных отношений с представителями Министерства спорта. Все это сейчас делается в огромном объеме и, надеюсь, это привезет в ближайшее время качественный финансовый результат. Ну, собственно говоря, действительно результаты есть. К сожалению, из-за коронавируса мы сейчас не можем реализовать, там, не знаю, процентов 70 того, что было уже намечено. Та же самая юниорская серия, которая, на мой взгляд, была таким красивым, вкусным проектом, который также можно было бы продавать спонсорам. Мы его сейчас не можем проводить. В Екатеринбурге должен состояться сумасшедший турнир абсолютно категории А, Уралмаш Open, на который планировали приехать люди со всей страны. Вот он тоже не состоялся, я уверен, что Уралмаш Open бы точно нашел бы спонсоров в себе. Вот, поэтому, друзья, еще раз говорю, мы работаем, мы будем регулярно проводить такие форматы, может быть, раз в квартал, раз в полгода, где будем в формате диалога с вами, говорить о том, что сделано, что получилось, что нет, и благодарны за любую помощь. Один был очень такой вопрос, получил большой резонанс в сквож-тусовке, в сквож-сообществе, мы не могли обойти его стороной, это вопрос помощи федерации как официального юридического лица, некоммерческой организации, тренером, тренером, которые сейчас остались без работы, которые в сложенном ситуации находятся, что может сделать федерации сейчас, и будет ли она что-то делать, вот наш президент ответит без купюр. Вот тоже коротко, значит, официально федерация не может осуществлять такую роду поддержку, сколько это не соответствует ее уставной деятельности, но при этом у нас есть альтернативный план по этому вопросу, даже пока, наверное, анонсировать тоже не будем сегодня, сделаем это отдельно. Хорошо, Иван? Вот, да, обязательно. Ну, был вопрос, мы должны были ответить, поэтому анонсами также можете терроризировать, вернее, запросами терроризировать страничку федерации сквож-тусовки. Да, я слышал, на самом деле, очень много людей именно готовы профинансировать и личные средства, да, на эти цели. Да, да, есть такое. Мы обязательно вернемся с этой историей, потому что пока мы видим пример PSA, который организовал краудфандинг для игроков профессиональных, вот, как только мы найдем тот вариант, который может сделать федерация с одной стороны, а с другой стороны коллектив неравнодушных людей, любящих сквож и уважающих труд тренеров, мы сразу же к вам вернемся. Так, ну и, друзья, на мой взгляд, пора нам немножко закругляться, надеюсь, наш эфир был вам интересен, полезен. Обязательно направляйте свои вопросы. Еще по традиции 24 часа мы их принимаем, комментарии, вопросы, предложения. Автор самого интересного вопроса или комментария получит традиционный небольшой мерч от нас. Вот, ну а теперь, чтобы закончить на такой, такой, не знаю, немножко помечтать. Вот у каждого из членов президиума, людей, которые очень любят сквож, есть своя мечта, которую он хочет реализовать в рамках федерации. И вот мы договорились, что каждый из нас расскажет про нее. Начнем с Арсения. Арсений, какая твоя мечта в рамках федерации? Эх, очень короткая. Хочу, чтобы в обозримом ближайшем будущем, хотя бы в одной возрастной категории юниорских соревнований была сетка на 128. Серьезно? Дмитрий? Я за универсиаду, за университетскую лигу. Отлично. Валерий? Ну, у меня немножко не ФСРовские, что называется, мечты, да. В 98 году, когда еще не существовало ни одной федерации у нас по сквошу в Российской империи, что называется, было огромное желание, и буквально были даже вопросы господину Ельцину от подвижников сквоша провести уникальный сквош-мач на Стеклянном коррете на Красной площади. С 98 года это все как бы длится, и если вы видели и следите за спортивным мероприятием, у нас даже там боксеры, 3000 спортсменов на Красной площади выступали, и конькобежцы, и кто-то ко мне был. А вот сквош пока еще не был. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга несколько лет назад мои очень близкие друзья организовывали теннисный турнир, засыпали грунтовый корт, и все это реально. Вот если мы сделаем на Красной площади стеклянный корт, это будет огромный взрыв, огромный эффект. Я думаю, что такая мечта имеет право на существование. Да, на самом деле абсолютно такая же мечта у меня провести PSA как минимум 100К со стеклянным кортом вечером с подсветкой, чтобы это было красиво, модно, молодежно. Ну, а вот своя личная мечта – это привести европейский чемпионат. Начнем с третьего дивизиона, чтобы были билборды по Москве, болей за наших, чтобы от зрителей забились все сплош-клубы, и мы могли поболеть как за сборную России, так и за те сборные, которые, может быть, нам близки по какой-то причине. Друзья, вот короткое резюме того, что хотелось донести нашим эфирам, что самое лучшее, что может получаться в сквоше – это такие вот мероприятия, действия, в которых объединяется, как правило, три составляющих. Первая составляющая – это прежде всего энтузиасты, это комьюнити, из которого, собственно говоря, мы и пришли в эту федерацию. Мы с вами, мы такие же любители сквоша, мы такие же азартные игроки в турнирах и любим эту игру. Второе – это когда появляются клубы, когда открываются новые корты и когда у сквоша появляются новые дома, потому что без клубов сложно проводить соревнования. Но и третьим составляющей должна стать федерация – это организация, которая позволяет легитимизировать все, что мы делаем, давать новые импульсы, делиться лучшими практиками. И очень приятно, что такие кейсы у нас уже есть. Совсем недавно прошел чемпионат России 2020 года, который организовала команда национального сквош-центра Алексей Северинов, Руслан Медведь, Денис Буркин, Олег Чернышев, Алина Гайсарова. Если кого-то сейчас не вспомнил, прошу не судить меня строго. Сделали сумасшедший праздник сквоша, многие из нас наблюдали его воочию. Давайте сейчас вспомним, как это было и еще раз благодарим команду этого турнира за это мероприятие. Денис Буркин Ну вот, такие эмоции. Казалось бы, еще вчера это все происходило. Друзья, играйте в сквош, помогайте в организации, будьте волонтерами. Ну и в завершении передам слово Валерия. Надо поздравить наших двух новых мастеров спорта в прямом эфире. Ребят, да, у нас буквально замечательное событие, долгожданное, невероятно, для Романа Фетисова, который много-много-много лет отдал сквошу, выиграл уже, наверное, несчетное количество турниров. Ему присвоили звание мастера спорта официального от Министерства спорта. Обязательно на ближайшем крупном турнире мы еще и официально его вручим, но уже хотелось бы и его поздравить, и, соответственно, объявить об этом. Плюс всю семью Алешиных с присвоением тоже мастера спорта Олеси Алешиной, чемпионки прошлого года России. И поздравляем от всей души, ребята, все стремитесь, всем побед, но и мы со своей стороны будем стараться прилагать все усилия, чтобы и официальное звание вы, конечно, получали за свои заслуги. Всем спасибо. Была в эфире Федерация сквоша России. Если что-то не успели ответить, либо не успели задать свой вопрос, задавайте 24 часа, мы на связи, и мы обязательно вам ответим. Ну и вернемся, я думаю, месяца через 3-4 с отчетом, что получилось, а что нет. Правда, ребят? Обязательно. Всем до свидания. Всем удачи. Всем до свидания. Спасибо за внимание. Всем побед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!